Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня в Алматы Алмалинский суд вынес решение по 13 гражданским активистам, которых власть пыталась обвинить, что они участвовали в организации экстремистской организации. И, собственно, последние буквально несколько месяцев шел суд, и некоторая часть активистов находится в тюрьме уже почти 14 месяцев, кто-то 10 месяцев и так далее. И удивительное, что даже для нашего авторитарного режима, что судебное решение опиралось на то, что ДВК, признанной экстремистской организацией, что якобы ДВК трансформировался в КОЩЕ. И участников этого судебного процесса обвиняли, что они организаторы КОЩЕ, участники КОЩЕ. И в чем суть было их обвинение? Обвинение заключалось в том, что они призывали людей на несанкционированные митинги, что они участвовали в строительстве дома Дулата Агадил в Астане, что якобы они призывали сменить власть, правительство. Как говорится, судебное решение было, что они призывали сменить власть и сменить правительство. Между прочим, по Конституции каждый гражданин имеет право требовать отставки правительства, менять власть. И власть, то что меняется, это естественным образом происходит каждый в Казахстане 4 года или 5 лет. И это конституционное право требовать смены. Более того, это механизм смены власти. И Конституция предполагает, что наши граждане могут заниматься политической деятельностью, свободно выражать свои политические взгляды. Есть специальная статья Конституция, которая запрещает преследовать людей за их политические взгляды. Ну и понятно, что смена режима, смена власти это вполне конституционные требования. И я хотел бы здесь по этому поводу сначала откомментировать поразительные даже для нашей авторитарной системы решения. Ну, во-первых, обвиняет этих людей, что они участвовали в экстремистской организации и в создании экстремистской организации. Ну, в частности, например, ДВК организовывал я. Поэтому их по этой статье уже невозможно не только судить, а вообще вменять такого рода обвинения. Ну, я хотел бы еще напомнить вам, что и ДВК, и Кущея европейским парламентом признаны мирными оппозиционными движениями. Ну, а с учетом того, что Казахстан подписал соглашение с Европой, о сотрудничестве, в котором говорится о том, что власть в Казахстане, правительство Казахстана будет всеми способами защищать права граждан, и все законы будут соответствовать требованиям этого соглашения. То есть, видно, что они вразрез идут с позицией Европейского парламента и с теми соглашениями, которые подписал Казахстан. Ну, и еще удивительным является следующее обстоятельство юридическое, когда участники этого судебного процесса, обвиняемые в создании экстремистской организации, требовали предоставить им судебное решение Исильского суда, в котором прозвучал запрет на существование незарегистрированных организаций ДВК и КОЩ. Суд не смог это сделать. Более того, фактически, наших гражданских активистов осудили по пресс-релизам Генеральной прокуратуры. То есть, прокуратура на требование предоставить это судебное решение его не предоставило. Ссылаясь на то, что в СМИ было, в СМИ озвучивалось обвинение, в СМИ говорилось о том, что ДВК и КОЩ запрещены. Вы понимаете, что это какой абсурд? Людей осудить на 5 лет, это 4 гражданских активистов осудили на 4 года. Диану Баймагомедову на 2 года с ограничением свободы, то есть, она вышла на свободу, но ей существует судебный запрет заниматься общественной деятельностью, присутствующей в социальных сетях. Остальных отпустили ДАП им год под пробационный контроль. Так вот, активистов обвиняли в том, что они являются, по сути дела, участниками организации КОЩ. И судебные решения эти не предоставили. Можете себе представить? То есть, прокуратура выдвигает обвинение, ссылается на решение СМИ, которое не пришито к делам. Более того, когда все требовали показать это судебное решение, прокуратура их не предоставила. На самом деле, конечно, вы можете сказать, а что же произошло? Почему прокуратура не предоставляет? На самом деле, именно в Алматы начался судебный процесс над 13 активистами. Они были наиболее известны в нашей стране. И власть опасалась то, что это судебное решение широко разойдется, попадет во внешний мир, именно в частности, западную систему правосудия. И, конечно же, Европейский парламент будет возмущен. Как же так можно осуждать людей по такому сфабрикованному обвинению и решению Исильского суда, на котором не участвовала ни одна из сторон обвиняемых, в частности, я? И вот, собственно, наших гражданских активистов осудили по пресс-релизам Генеральной прокуратуры. То есть вы понимаете, что в нашей системе нет никакой судебной системы. Я сегодня читал комментарии, которые звучат так, что надо подавать во Всемирный суд. Уважаемые друзья, вообще Всемирного суда нет. Это кто-то такое в голове выдумал, что есть Всемирный суд. Это вот как некий, опять же, спаситель, внешний суд, некий Бэтмен, некий ООН там, который нас должен спасти. Все судебные процессы в Казахстане могут проходить только опираясь на судебные акты и законы нашей страны. Нет никакого, ни одного, ни Всемирного, ни Западного суда, ни Западного суда, связанного по правам человеком в Страсбурге. Мы не являемся членом Совета Европы, и поэтому Европейский суд по правам человеком не имеют юрисдикцию на Казахстан, что вы понимали. А раз так, с пониманием, с учетом понимания, что вся судебная система находится под пятой Нурсултана Назарбаева, вы должны понимать, что в нашей стране нет судебной системы. Это отдел, который выполняет поручение Нурсултана Назарбаева. А что же делать, тогда вы скажете? Я скажу следующее. Мы все понимаем, что в стране нет правосудия. Мы все понимаем, что эта власть не работает на народ. Мы все понимаем, что это государство не создано для того, чтобы работать на интересы ее граждан. Это государство работает только на Нурсултана Назарбаева и правосудие тоже. Поэтому у нас нет никакого выхода, кроме как сменить режим и действительно, чтобы построить такое государство, которое действительно работает на ее граждан. Я в этой связи хотел бы буквально несколькими фразами сказать следующее. Сегодняшний суд ярко показал, что у нас в стране нет правосудия. Сегодняшний суд показал, что любого человека можно судить просто по пресс-релизам прокуратуры. Сегодняшний суд показал, что любого человека можно просто на ровном месте задержать, посадить в тюрьму, навесить на него любые обвинения и при этом никаких доказательств нашей системе правосудия не нужно. Мы все должны понимать, что завтра к вам в дверь могут постучаться к любому. Вы знаете, вот в сталинский период тоже миллион людей тихо шептались по углам, по кухням. Они думали, что к ним это не придет. Они говорили, ну мы же не виноваты, суд разберется, правосудие разберется. И так погибли миллионы людей. К сожалению, у нас сейчас такая же ситуация, когда люди равнодушны и думают, что это их не коснется. Но мы знаем массу примеров, когда подкидывали детям тех или иных людей наркотики. Мы знаем, когда навешивали те или иные обвинения. Мы знаем, когда люди не могли расплатиться по кредитам, их обвеляли мошенникам, сажали в тюрьмы. Буквально за какую-то мелочь. Мы знаем ситуацию с Дулатом Агадилом, который просто защищал конституционные права и был убит в тюрьме. Мы знаем, как убили его сына. И таких случаев в нашей стране сотни-сотни. Мы живем в опасной стране. Мы живем в бандитском государстве. И если мы это осознаем, мы не можем молчать. Мы не должны спускать этому режиму вот эти все такого рода преступления. 15 лет Арон Атабек сидел в тюрьме. Он защищал интересы шандраховцев. Но 15 лет, к сожалению, получилось так, что десятки тысяч людей не выходили на улицы и не требовали его свободы. И сегодня этот приговор, который прозвучал 13 активистам, показывает гражданское равнодушие наших сограждан. И, собственно, это все приводит к тому, что мы себя неуверенно чувствуем в своей стране. Я хотел бы отметить, что сегодня гражданские активисты на судебном процессе показали огромное мужество. Никто из них не качнулся назад. Никто из них не сказал, что он виновен. Каждый из них в своих выступлениях озвучивал и говорил, что все преступления совершает именно этот режим. Никто. Если Назарбаев хочет нас запугать, а он пытается это сделать, на самом деле он сам боится и пытается нас запугать, запугать все общество, чтобы этим приговором заткнуть рты недовольным, но у него это не получится. И этот процесс показал, ни один из этих гражданских активистов не дрогнул. Стремление к свободе, к лучшей жизни невозможно у человека отнять, какие бы репрессии ни происходили. Я хочу сказать, что и Америка, и вся Европа, Южная Корея, Япония жили под диктаторами. Если говорить, например, о Южной Корее, которую знают наши граждане, там несколько десятков лет властвовали диктаторы. Они убивали свой народ, они преследовали инакомыслящих, но возмездие их настигло. Два президента Чондухлан и Родоу были посажены в тюрьму. Сейчас Южная Корея входит в десятку ведущих стран мира, не имея никаких ресурсов. Миллион людей при любых случаях, когда они считают, что нарушают закон, выходят на улицу. Именно поэтому в стране царствует закон. Именно поэтому эта страна входит в число ведущих передовых стран мира. И мы тоже добьемся этого. Мы должны понимать, что не будет диктатура вечной. Мы будем всегда стремиться изменить свою жизнь к лучшему. И никакие такого рода приговоры не изменят нашего стремления к свободе. Поэтому, уважаемые друзья, если мы действительно хотим изменить свою жизнь, мы не можем быть равнодушными. Нам обязательно нужно поддерживать семьи гражданских активистов, которые попали в тюрьмы. Нам нужно поддерживать семьи гражданских активистов, которые попали под преследование этого режима. Потому что, когда мы защитим наших гражданских активистов, мы в первую очередь защищаем себя. Наше количество протестующих будет только шириться и расти. И этот пример показывает, что совсем недавно я был в числе, наверное, единичных случаев, которые противостояли режиму. Да, режим меня пытал, да, режим конфисковал мой бизнес. Он похищал мою семью. Он оказывал давление и сажал в тюрьму моих друзей. Но с каждым годом моя решимость сломать режим только становилась все сильнее и сильнее. Так будет и с другими людьми. Эти активисты, которые попали под пресс режима, это новые сильные противники режима. И у нас будет много-много лидеров, которые действительно поведут за собой народ. И нам нужно проснуться. Уважаемые друзья, 23 октября мы призываем всех вас выйти на массовые митинги по всей стране. Хватит спать, пора действовать. Каждому из нас нужно создавать ячейки по 5 человек. Мы должны перейти на подпольный режим работы, чтобы добиться, чтобы завтра на этих митингах были тысячи протестующих, причем организованных. Создавайте ячейки. Мы объявили 23 октября свои требования. Свои требования, адресованные к Назарбаеву. Поднять заработную плату в два раза. И я в своих выступлениях показал, что это абсолютно реально сделать сейчас. Не ждать 30 лет или 50 лет. Сейчас. Второе. Второе требование. Свободу политическим заключенным. Свободу политическим заключенным. И мы будем требовать, чтобы в нашей стране никогда не было политических заключенных. Я призываю вас поддержать себя, уважаемые сограждане. Не меня, себя. Поддержать свое будущее. Чтобы мы действительно построили нормальную, адекватную страну. Крутую страну. И все возможности для нас, у нас для этого есть. Давайте действовать. Алга Казахстан. Продолжение следует.